Всем, кто хоть раз пытался загадать желание, очень знакомо чувство нетерпения, отчаяния и сожаления. Но почему? Почему мои желания никак не сбудутся? Однако очень часто на пути к реализации желаний возникает уйма препятствий, что приводит к тому, что ваши желания отдаляются, и причины на то могут быть самые разные. На самом деле, загаданное вами желание – не ваше желание. Где-то в глубине души вы сами не хотите, чтобы оно исполнилось. Скорее всего, это желание как бы было навязано вам какими-то жизненными обстоятельствами, а возможно, вы что-то подсмотрели у других людей. Поэтому, загадывая желание, нужно как бы прислушаться к своему внутреннему голосу, представить себе, что желание исполнилось. Если у вас появилось хоть малейшее чувство беспокойства, дискомфорта, значит, нужно либо подождать с исполнением такого желания, а возможно, и совсем от него отказаться. Возможно, вы не готовы получить желаемое. Это говорит о том, что ваша энергия не соответствует энергетическому посылу того, чего вы желаете. Когда вы загадываете желание, оно, возможно, может внести в вашу жизнь кардинальные изменения, к которым вы совсем не готовы. Нужно научиться радоваться тому, что вы уже имеете. Здесь можно привести такой жизненный пример. Вы хотите привлечь в вашу жизнь денежное благополучие, но обстоятельства вынуждают вас постоянно жалеться на возникшие проблемы с деньгами, на высокие цены на одежду и продукты питания, рост коммунальной платежей и так далее, и так далее. Поэтому, сколько бы вы не загадывали ваше желание на привлечение денег, оно никак не будет соответствовать той энергии, которая вас окружает. Поэтому и желание не будет исполняться. Но стоит вам изменить свое отношение к деньгам, то есть изменить ваше энергетическое окружение, как деньги сами начнут к вам притягиваться. Ваша энергия совпадет с энергией денег. Вы не можете точно определиться, чего вы желали бы. Ваше желание не носит точного определения. А что еще хуже, вы часто передумываете, прокручивая в вашей голове много разных вариантов. Поэтому такая неопределенность и не дает сбыться вашему желанию. Даже после того, как вы представите себе, что бы вы хотели, вы не верите, что ваше желание может исполниться. Вы начинаете анализировать, вы ищете причины, по которым ваше желание не исполнится. И спрашиваете себя, правильно ли это, все ли. Все эти негативные мысли не дают вам исполниться вашему желанию. Вы лишаете вашего желания вашего же внимания. Вы вроде бы и принимаете какие-то меры по его осуществлению, но в то же время ищите подтверждение правильности ваших действий. Вы просите помощи у других, тем самым уменьшая ваши собственные возможности. Вы просто не умеете сделать ваше желание источником радости. Когда вы загадывали его, вы ощутили прилив радости, наполнив его положительной энергией. Но ваши сомнения и неуверенность в ваших действиях разрушили эту энергетику, что очень даже затормозит исполнение желаемого. Поэтому, загадывая желание, вы должны понимать, что только радость может принести желаемый результат. Неисполнение желания – это может быть для вашего же собственного блага. Вы поставили перед собой цель, ждете исполнения, но ваш энергетический посыл сам определит, что для вас нужнее. Например, вы опоздали на маршрутку, сели на другую, а первая попала в аварию. Поэтому, неисполнение желания было вам во благо. Вы задумали желание поехать в отпуск, но на тот момент вам не хватило денег, а кто-то из ваших знакомых поехал отдыхать. Вы не должны испытывать зависть и раздражение по этому поводу, так как проявляя зависть, раздражение – это равносильно отказу от вашего желания. Нужно проявить радость и искренность в том, что ваши знакомые поехали отдохнуть. Это как бы испытание для вас на энергетическом уровне. Если вы его пройдете с достоинством, то и у вас все получится. Просто немного отложилось исполнение желаний, и скоро у вас все обязательно будет хорошо. Когда вы погрузились в созерцание внешнего мира, вы совсем забыли о себе. Вы отвлеклись на того, кто уже чего-то добился в этой жизни. Зависти и осуждения не дают вам спокойно жить. А вам нужно задуматься о том, немного ли вы думаете о других, не пора ли вам уделить внимание себе. Вы как бы живете чужой жизнью. Ваше драгоценное время крадете у самого себя, а не лучше ли его потратить на осуществление своего желания. Для того, чтобы ваши желания сбывались, необходимо их формулировать кратко и ясно. В них не должны быть невыполнимых противоречий. А также научитесь конкретно выражать ваши желания. А также нужно верить в них, подпитывать их положительной энергией и любить свои желания. Если же ваши желания не исполнились по каким-то причинам, просто вам нужно немножечко подождать. Оно исполнится чуть позже. А если нет, значит оно вам вовсе и не нужно. Ваша главная задача – не поддаваться эмоциям. Ибо ваше энергетическое состояние может не соответствовать энергии желания. Только пребывая в гармонии, вы можете все получить в наилучшее для вас время. Делайте все правильно и у вас обязательно все получится. Друзья, ставьте лайк, а в комментариях напишите, мое желание с легкостью исполняется. И подумайте в этот момент о том желании, которое вы хотите, чтобы в вашей жизни оно действительно исполнилось. Кто спрашивал касательно того, как нас поддержать, помочь, друзья, ссылка есть в описании к этому видео. Вы в любой момент можете перевести нам донат. Поддержка нам будет очень приятна. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ!